Всем привет! Сегодня мне хотелось бы показать вам интересную программу, предназначенную для пересылки файлов по беспроводной сети. Называется она AirDrop. Значит, нажимаем на нее, и нам пишется, что AirDrop позволяет пересылать файлы по беспроводной сети между юзерами нашей операционной системы по RedNet. Значит, включите ваш модем, чтобы начать. Давайте нажмем эту кнопочку. У нас создается беспроводной хост, и наш компьютер отсылает вот такие вот своеобразные импульсы. Это означает, что компьютер сейчас ищет пользователей с такой же программой, включенной. И, собственно, давайте включим ее на другом же компьютере. И теперь эти компьютеры смогут видеть друг друга. Так, ищется. Ну, сейчас они друг друга найдут. Так, этот тоже нашел, и этот тоже нашел. Значит, здесь нам пишется наш компьютер ID, наш ID равен 7, и, собственно, вот здесь он отображается. То есть, они друг друга нашли. Чтобы переслать файлы, необходимо просто кликнуть на ID адресата, и нам предложится выбрать какой-нибудь файл. Ну, давайте отправим вот такой вот hello.cfg. Нажимаем, открыть, и он пишется, что файл отправлен. Хорошо. А здесь нам теперь предлагается принять этот файл. Хотим ли мы его сохранить? Ну, давайте нажмем да. Сохраняем его как test.cfg. Пусть будет так вот. Сохранили. И нам пишется, что все хорошо, что файл сохранен по такому-то пути. Окей. Здесь напишется, что успех, ваш компьютер, ваш сам адресат принял ваш файл. Окей. Теперь, собственно, если мы закроем эту программку, мы увидим наш вот файлик. Вот он, test.cfg, и здесь написано hello world. И, собственно, в исходном файле, который мы отправляли, здесь также будет написано hello world. Вот таким вот образом работает эта программа. Разумеется, здесь может быть бесконечное количество компов. Давайте добавим еще два компьютера. Вот так вот. Так, введем наш код. Так, pastbin run rgkm903f. Он будет в ссылке в описании видео. Это запустит наш инсталлер и установит на эти компьютеры нашу операционную систему. И то же самое вводим здесь. rgkm903f. Так, окей. Пусть она устанавливается. Пока что здесь запустим сразу эту программу, пока есть время. Так, запускаем. Запускаем. Ну и, собственно, погнали. Так, включаем хост, включаем хост. Так, здесь уже установилось. Запускаем операционку. Тоже включаем эту программу. Включаем. Так, эта программа требует беспроводной модем. Понятно. Нужно подключить модем к нему. Подключаем сюда. Можно сверху, можно снизу, как угодно. Нажимаем окей. Снова включаем. И здесь то же самое. Теперь у нас будет четыре компьютера, обладающих этой программой. Так, все создалось. Отлично. Пусть они сейчас друг друга найдут. Так, здесь уже нашло. Так, он что-то ищет. Вот. На тех компьютерах мы обновим, потому что поиск был ранее совершен. На всякий случай здесь тоже обновим. Так, и так. Все. Ждем некоторое время. И теперь все наши компьютеры будут найдены в сети. То есть, всего у нас четыре компьютера. Вот наш один компьютер наш и все остальные три. Отображены. Теперь мы на любой из них. У него ID8. Давайте на него, скажем, отправим... Так, где он тут? ID8. Отправим какой-нибудь файлик. Ну, пусть будет там System, OS, icons, какой-нибудь вот Default.png. Это системная иконка. Отправлен файл. Отлично. Теперь давайте его отклоним. Нажмем кнопочку No. И теперь нам написано сообщение, что, упс, типа компьютер 8 отказался принять ваш файл. Короче, вот такая вот программка, позволяющая быстро и удобно обмениваться файлами между целой сетью компьютеров с такими же программами. Собственно, она идет в комплекте с операционной системой. Собственно, ссылку на инсталлер я вам в описании дам. Вот такие вот дела. Надеюсь, кому-то это возможно пригодится, а возможно, кому-то нет. Но не важно. По крайней мере, довольно круто сделано. Так что всем спасибо за внимание. Увидимся на ваших новых видео.